Девушки отдыхают И весело проведем время, играя в настольные игры. В этот вечер ко мне заглянули Слава Шамрила, Антон Торба, Миша Демин и Катя Азанова. С ними меня познакомил бывший коллега Илья Зазуля. А где Зазуля? А где Зазуля? Волшебством монтажа он вскоре появится. Итак, для новичков или на разогрев я бы посоветовала настольную игру Activity. Она введет вас в курс дела и другие игры будет легче понять. Как говорится, если нет правил, то нет и игры, поэтому запоминаем. Играть может минимум две команды, максимум четыре, хотя это как пойдет. В команде от двух до четырех человек. Пока все запомнить очень легко. Так выглядит игровое поле. Цвет фишки выбирают игроки. Карточки с заданиями делятся по сложности. Сложность написана на карточке. Это то есть три, четыре, либо пять. На обратной стороне написаны слова и различные значки. Что означают эти значки? К примеру, желтый прямоугольник. Вот здесь на поле он тоже есть. Он означает, что это слово нужно нарисовать. То есть нарисовать, к примеру, поганку. Все знают, как нарисовать поганку. Рисуем гриб, а там уже сгадаем, почему это поганка. Далее, синенький квадратик, прямоугольник. Это слово нужно объяснить словами, не используя однокоренных слов. Старая коллекция одежды. То есть трудное слово. Однокоренные слова никак не используем. Но можно говорить не новый, а антонимы использовать. Синонимы... Винтажные. Винтажные, да. Винтажные одежды. В чем Илья сегодня не пришел. Следующий значок. Человечка такой, который себя чешет, обнимает. Когда он бывает фиолетовый, бывает оранжевый. Это нужно показать, это слово движением, мимикой, как в игре крокодиловый. Кстати, иностранный дословный перевод сделал карты нижнего уровня сложнее и наоборот. Конечно, условия игры можно варьировать по желанию, обговорив их заранее. Как вариант, цветовой фон поля может быть важен. Если игроки попали на желтый цвет и на нем указан символ рисования, то эта тема и должна быть выбрана на карте. У вас будет минута, чтобы объяснить своему компаньону, напарнику все слова с этой карточки. Чем больше слов вы угадаете, тем лучше. Если вдруг за минуту вы угадаете все слова, расскажете, то можете взять вторую карточку и продолжить, пока время еще идет. Как только время кончается, другие команды должны сказать слово «стоп». Мы решили так. Объяснять содержимое карточки в любой удобной последовательности. Проще начинать со словесного разъяснения. Сначала карту следует изучить, но быстро. Начинаем, переворачиваем время. Два слова, на нем летал барон Мюнхгаузен. Чем стрелять? Мяч, пушка, пустошное ядро, пустошное ядро. Фишками ходим по полю вперед на количество отгаданных слов. Есть такое, короче, с мозгом связано, тоже называется как ICU. А как это по-русски? Три слова. Коэффициент интеллекта. По-другому? Похоже, держу, у меня небольшой. А смотри, Ивана, коэффициент... Коэффициент... Какое предлога? Никаких предлогов нет, три больших слова. Коэффициент, исчисление... Нет, коэффициент у нас в голове есть мозг, а есть... Разум. Три буквы у нас что еще есть? Да, и теперь... Три буквы? Для тех, кто не знает пантомима, значит, вы не можете произносить слова. Объяснять только жестами. Бежать, перепрыгивать, прыжок, три слова, бег с препятствиями, живот, пупок, время. Активити можно сравнить, в принципе, с Элиас. У них практически одинаковые правила, только здесь добавляется именно рисовать. То есть нужно как-то обрисовывать то, что у тебя написано в карточке. И мне кажется, для меня это было одним из сложных, потому что, как таково, из меня художник никакой. Где-то был рисунок, как я рисовал портфель, никто не мог понять, что я рисую портфель. Рисовать надо молча, без чисел и слов. Ставим тут две черточки, то есть мой напарник понимает, что это два слова уже. Чтобы еще проще, то есть первое слово здесь прилагательное, второе существительное. Еще проще можно подчеркнуть здесь, да, волнистую линию поставить. Это прилагательное, здесь подчеркнуть как существительное. То есть это просто ускоряет взаимодействие. Правильно произнесенное слово отметить галочкой. Если в задании два слова, допускается поделить лист бумаги на две части, намекнув на это. Ну, крутится, мельница крутится, ветер дует, огонь горит. Вода пещет. А время вышло, наверное, это ветряная мельница. Я играла в рисумей, тоже очень похоже на... Ну, по крайней мере, рисовать там тоже нужно. Но там намного сложнее есть слова. То есть здесь нарисовать там пещеру или осла, это ничего сложного вообще. Если ваши друзья вечером заняты домашними делами, сыграйте втроем с ребенком, например. Тогда каждый выберет фишку и будет объяснять ответ двум остальным игрокам. Надеюсь, теперь вы начинаете понимать, что настольные игры – это не только лото или домино. И играть в них могут не только бабушки с дедушками, а все поколения вместе. И даже мы с вами интерактивно. Сейчас я нарисую слово, а вы можете отгадать. Свои ответы оставляйте на странице Телемикс настроения в Одноклассниках в комментариях под этим видео. Поехали. И помните, самая лучшая игра – игра воображения.